Застройщики уверяют, дома почти готовы к заселению. Фасад утеплен, газ подведен, сейчас строители занимаются отделкой. Только вот по закону, никаких домов здесь быть не должно. Чего вы у нас строите-то так без разрешения? Здесь вы строите без разрешения? Почему здесь без разрешения? Ну, потому что не утверждено. Нет, здесь разрешение. Ну какое здесь разрешение? Нет, здесь нет разрешения, здесь проблема в зонировании. Территория случайно попала, и зона не подлежит под многоквартирное жилье. Вы построили дом без разрешения? Там самострою у вас. Вот это один вопрос у нас, грех большой. Грех большой. А как вы там квартиры продаете людям? Сейчас возвращаем уже. Ну как, объявление, вот я ехал, до сих пор висит, продаю квартиры. Нет, не продаю. Два года не продаю. Ну, объявление висит. Помощь нужна там, ваша. Моя помощь? То есть вы сначала без разрешения строите, а потом моя помощь? Ну, много народу, я не хочу этот вопрос объяснять. Абсурдность ситуации заключается в том, что городская администрация заведомо знает, что, согласно генплану, в этом месте запрещено строительство, возводить дома все-таки разрешило. Еще год назад это была деревня Варваровка, теперь микрорайон Скуратовский. Кстати, стоят эти дома здесь с начала 90-х. Три этажа построили, до крыши дело так и не дошло. Не было, значит, заказчика, значит, кто бы мог купить эти дома. Они стали законсервированы. И вот в этом году, в этом году, уже, вот я говорю, в июле месяце, первоначально решился вопрос о том, чтобы сюда переселить из ветков жилого фонда города Тулы. Сейчас назначены публичные слушания и вопрос с разрешением на строительство, как считают подрядчики, дело времени. Правда, к Новому году сюда уже переедут новоселы из 11 ветхих домов по улице Болдина, в Туле. Здесь дорогу сделаете, да? Тут сколько километров? Ну, дорогу мы сделаем. Ну, раз вы выйдете, переселяете, значит, вы должны дать... Я думаю, совместно с городом надо делать обязательно. А еще тульские власти обещают пустить прямой маршрут до Скуратовского микрорайона. Хоть он и относится к областному центру, но добираться до города приходится с пересадками. Евгения Пряшникова, Алексей Чичвадзе, ТВ-центр Тула.